Привет, друзья! Сегодня у нас вторник, 15 число, 15 сентября. Завтракаем, потихоньку садимся. Фима из-за видео, как всегда, не может с ним расстаться, да? Ест хот-дог. С двух сторон его покупал, кофе он запивает, да? Вот. А у нас вот такой вот сегодня, макарошки еще отварили, сосиски поджарили на сковороде, и макарошки отварили, и кофеек. Вот. Дед у нас в комнате. Ну, не знаю. Как, бабушка, я самочувствую? Хоть расскажи людям, а то они переживают все-таки. Ну, получше, но все равно слабость. Ну, сейчас она уже подышала, она. Сейчас подышала с биродуалом. Вот думаем, подумаем, сегодня еще посмотрим, если что, антибиотики начнем пить, что делать-то? Если так, хрипы не будут проходить, что? Пчела там, ну, говори. Я, что, я видел, что петух взял, где маленький курик. К маленьким курям петух залез? Да! Ты уже его попроведывал, сходил, что ли? Да! Ну, ладно. Ну, в общем, вот так. Ну, сейчас к десяти работать пойду уже. Десятый час пошел, поэтому тороплюсь, мне еще к корове надо идти. Поэтому сажусь быстренько, завтрак и побежал. Дед режет на вечер уже. Салат картофельно-яблочный. Что, им солить, нет? Картошку эту? Да, надо немного. Соль-то им нужна, корову все равно. Так, я пришла с занятий, сейчас буду варенички стряпать. Творог вчера откинула, свежий, свежий творог. Думаю, пока тесто у меня осталось, вот от чебуреков не пропало, надо успеть и стряпать вареники. А бабушка затеяла пловчик. Вот в таком казанке говядину обжаривает. Сейчас изучает рис, как она говорит. Надо его изучить, прежде чем запустить. Что за рис краснодарский какой-то, национальный, не знаю, хороший. Ну что ты, все с площадом играешь. Ты ходил, гулял сейчас, да? Все ноги пришел, вымочил, сейчас носки ему меняли. Что ты там делал с водой? Ты не упади со стула, а то так обрякнешься, сейчас скачаешься. Ну просто у петуха без разная вода. Ты менял воду и все ноги замочил. Да, где помнили сапоги, а не две. А, ты сапоги себе мыл и залил в сапог? Так ты их больше теперь не одевай, а то они там внутри мокрые. А у них нормально помнили, а у них ненормально. Понятно, одну ногу замочил. Ну что, хороший, нет? Или что тебе, другой искать какой-то? Не надо, пойдет. Бабушка сегодня в новом костюмчике. Заказывали мы в дом, как он называется. Я сюда вот смотрю, текстиль всем. Вот, это такое, это, ну кофточку взяли. Я тоже сегодня кофточку, видите, одела. Это тоже от них же. Пришли-то нам новиночки. Вот такая ковтенка. Вот, а бриджи я уж не стала холодно в бриджах сейчас. Пусть лежат до лета бриджи-то. А куда это мы собрались-то опять? Никуда. Никуда, ну ладно. Микела, она гулялась, аж вся лежит, дрожит. Холодно сегодня, вообще сегодня холодно. Дождь пошел всю ночь. Сейчас вот, не знаю, идет, нет, не поняла, но влажно. Минусы закрыла. А что там закрывать, там ничего уже нет почти. Ну там подзеленки. Ну ладно, закрою потом. Да минусу-то нету, что бояться. Вот, все, пошла я стряпать. Сегодня дед за Фадеем поедет встречать его. Дождь идет. Фима сейчас пришел. Говорит, дождь идет. Так что, ну Фадей с самого утра, говорит, забери меня, деда. Тут, говорит, грязно идти, да. Так что, по первому. Забирать будет. Сегодня уже, видишь, меньше уроков. И сейчас приходил у меня мальчик, говорит, тоже у них, ну он восьмиклассник, как Матвей, параллель получается, Матвейна. И это, говорит, у них убирают музыку на дистанционку. То есть у них же сейчас нет таких предметов, это как бы, ну как сказать, малообязательно. А, еще и спортивные игры убирают. Одну из физкультур у них как бы физра есть, и есть спортивные игры. Спортивные игры убирают. Будет только две, что ли, физкультуры. Ну, пока все остальное-то оставляют. Я думала, еще черчение уберут, как бы, как труды, а не технологии у них называется. Но черчение, он говорит, нет, она как бы считается необходимым предметом, поэтому... Ну, она раз в неделю у них сошла. И убирает. У Фадея это будет мало уроков сейчас, а у Матвейна, в принципе, так же остается, разве что вот... Не будет, Изо. Ой, Изо. Музыка не будет, музыка. Столько я уже настряпала один подносик, и Алеша пришел чуть пораньше, что-то на обед, на 5 минут. Думала сварить варенье, уже воду поставила, он что-то рано пришел, так что будет есть макароны с сосисками, то, что с утра осталось. Он это тоже утром не ел, так что нормально. Матвей сейчас ушел в школу, напоили его таблетками и пошел, куда деваться. Так, а Фадей позвонил, сказал, что у них, оказывается, сегодня надо было ко второму уроку, а он пришел к первому. Целый час сидел, считай, 40 минут, потом в столовую пошел после первого урока, видать, и потом у них со второго урока только началось, в общем. А что ты понял? Не знаю, вчера, а у него, кстати, так написано вчера, в дневнике было, я говорю, тебе что, ко второму уроку? Нет, нет, это я просто так записал, понимаешь, что? А ничего не помнит, видать, им говорили ко второму, а он написал, а потом забыл благополучно. Вот, и это, сказал, чтобы где-то его в час 25 забрал. Так что, перемена такая, расписание. Вот так, буду сейчас дальше сидеть, бабушки сварю с дедом, вареньки, да сюда достряпаю дальше. Ну вот, друзья, у нас пловчик готов, Фима сейчас уже тарелочку съел, он любит пловчик у нас. Вот, бабушка с дедом вареньки ели, я вот тоже сварила, уже даже мне они засохли, подзасохли стоят, уже остыли. Ну ничего, сейчас поем. Фима пока кормила, они у меня стояли все в тарелке, торопилась, даже масло не кинула. Тут Алёша, я ее буду убрать, наверное. Вот и все, собственно, сейчас пообедаем, да, подумаем, что дальше делать. У меня работа теперь только с трех будет, пойду к трем часам, поэтому что-нибудь еще придумаем себе задачу какую-нибудь. Может, гладить, сяду, что ли, еще пару часов будет. Или Фадея подожду, сейчас Фадея привезет, дед, может, уроки будем делать. В общем, посмотрим, как дело сложится. Что там ему много-немного задали сегодня. В общем, друзья, сейчас дед ездил за Фадеем, привез Фадея, так вроде все у него так нормально. Давала ему лекарство купить Матвею, закончился у нас гормональный, а вами, наверное, год мы им брызгались. И вот сегодня как раз, как назло, закончился, не долечились, но вот пришлось новый покупать. Купила вот новый, авамис, гормональный, это, да, он препарат от носа, очень хорошо, быстро помогает. В общем, пять дней, раз в сутки капаешь, и нормально. Вот. Я просто в шоке от цен, я дала деду тысячу, сказала купить авамис и сенупред таблетки купить. В общем, на сенупред денег не хватило, представляете, авамис стал по 915 рублей. Вот вообще, был он, помню, когда я последний раз покупал, наверное, год назад, где-то был рублей 600. А сейчас и сенупред 400 рублей стал, и вот этот авамис, он 900 рублей, в общем. Такая, в маленьком шоке нахожусь. Сейчас, потому что надо сейчас еще и сенупред где-то раздобыть. И сенупред, одна таблетка осталась, все выпили тоже уже. В общем, болеть в наше время очень недешево обходится. И залечивать, и неохота, хочется именно нормальными препаратами быстренько вылечивать, чтобы не залечить ребенка в доску, да. Ладно. Все, шок прошел, пойду дальше дела делать. Надо будет сенупред докупить только вот. Вот, и все. Что-то мы не сообразили деду с слишком-то дать, но я никак не думала, что такие цены. Ладно, пошла я, наверное, поглажу сейчас, что уже, пока то-се. Уже время мало у меня остается. Пошла гладить. Вот такие вот яблочки дед. Индюкам нарезал. Это я сок достала оттаивать. Что-то мы выпили, который из подвала достали. Мал опять достали, надо было две банки, одну достали. Вот, пойдемте прогуляемся маленько. Я до утюга так и не дошла. Фадей крикнул, мама, давай все-таки уроки посмотрим. Я говорю, ну давай. И все, и мы с ним уроки сделали. Ну, там ему задано-то было. Кот наклакал, так сказать. Что-то сегодня, не знаю, ни математику не задают, главное, ни русский не задают. Что-то вообще расслабон какой-то полный у детей. Ну и что, будем яблоки-то есть, чихуши мои. Мои чихуши. Ой, пойдем давай. Давай, давай. Отходи, ребята. Ага, маленько мимо, ну ладно. Давайте ешьте. Ух ты, мои чихуши. Надо их уже... Холодные им. Здесь уже начинает, конечно. Они уже не выздоровеют. Я чувствую, ты-ты чихни. Поэтому надо, будь из их, это уже колоть надо их. А вы что, сено ждете? Почему воду опять разлила? Козуля. Ты, козуля, почему воду разлила? А? Не? Почему я козуля такая? Такая козуля. Фу. Давай, отходи, я посмотрю. Давай посмотрим, где крыто. Вон оно валяется. Точно все разлила. Ой. А ты что, спишь, бычок? Маленько спишь? Да? Бычок спит маленько? Ведра пустые. Но я тебе ведра не буду наполнять. Я вам сейчас сено только дам. Только сено вам дам, дам. Вот так, вот так, вот так. Сейчас сено вам принесу. Вот, все. Дала, поесть им. Захрустели. Сейчас пойду я. Бабушка говорит, хоть помидор собери. Хотя бы полузеленых, чтобы не спели. Сейчас найду какую-нибудь мисочку. Так. Нет, наверное, в новгороде ведерко лучше найти. Здесь безнадежно. И теплица, говорит, все-таки прикрой. Сегодня как-то это промозгло. Маленько. Так. Куда я ее собрать-то? А в тазик, наверное, все равно этот тазик домой надо. Вот. Сейчас. Большеват, конечно. Ну, я сейчас огурцы сразу пойду соберу, потому что Алеша просила огурцы в обед. Огурцы уже подъели. Явно. Дома нету ничего. Поэтому надо собрать и огурчики, и помидором соберу. На окно пусть ложат. Там теплее, оно быстрее со спеет. Что делать-то? Похолодало. Прям так заметно сегодня. Так. Ну что. Огурчата. Сейчас их соберем быстренько. Они еще, блядишь, у нас тут навяжут что-нибудь. Правда, не знаю. Холодно, сейчас говорю. Сколько они у нас еще продюжек, не знаю. Такие лопухи уже наросли. Так. Ого. Это что за слоны? Корови хоть изрезать заберу. Так. Всяких бревен. Можете вот аккуратненько тоже. Большие корови, пусть пластает. Три хорошие. Так вот. Входим, собираем. У меня здесь помидорки тоже висят. Желтенькие какие-то. Но я за ними вообще не ухожу. Они такие разлапистые. Это, так сказать, самосев у меня тут. Случайно в этой теплице произошел. Ну и все, наверное, на еду нам пока и хватит. Куда ж нам их не солить же. Эти поменьше, которые оставлю. Все, пошла дальше за помидорками. Вот этот большой еще беру. Тут, тут большие. Все, хватит. А то вот целое ведро, куда нам их наедут, то хватит. Бегаю. У меня сейчас придут уже минут через 10 занятия. Вот. А потом, а потом не придут. Потому что мама что-то позвонила, когда этот мальчик заболел там. Не придет. Вот такие дела. Ладно, потому что полезла в теплицу, в помидорную. Сейчас вот у меня тут под ногами еще надо убирать все. Это не очень-то. Видите, они вот такие вот. Некоторые, более-менее некоторые еще полузрелые. Уже все, отходят. Тут вот эти вот надо собрать. Жалко их будет, если они пропадут. Так что я камеру сейчас убираю. Соберу, покажу. Друзья, собрала вот такие бурые всякие. Вот эти вот даже переспилы. Зеленые. Как всегда, я их не замечаю. Все, побежала я на занятия. И даже вот такой вот. Это князь серебряный. Красавчик. Все, побежала заниматься я. В общем, все, пошла. Так, друзья, сделали мы шарлотку. И не просто так. А потому что мы только что заглянули в телефон. А у нас там полтысячи подписчиков. Сегодня у нас юбилей такой маленький. 500 подписчиков на нашем канале. Так что можете нас поздравить. Еще столько же и будет тысяча. Вот. Надеюсь, по шестре сейчас процесс пойдет. Потому что, конечно, уже сколько мы снимаем. Никак вот до желаемой цифры в тысячу не дойдем еще. Но половину достигли, и то слава богу. Вот. Бабушка мяско режет деду. Сейчас он поест, что-то плов отказывается тоже. Аппетита толком нет. Вот. Что еще вам сказать? Лучок я собрала еще. Вот такой сходила. Вот. Видите, какой классный нарост на зелень. Вот. Сейчас печку нагрею, поставлю, шарлотку запеку. Как раз будет готово к приходу всех. Домой на вечер ужинать будем с шарлоткой. Вот такие дела. Ну вот. У нас вечер. Все отработались. Алеша ужинает. Бабушка тоже ужинает. Ужинаем пловом. Да. Вот так вот меленько порубили говядину, потому что иначе она жесткая. Кусок говядины сегодня варили, варили два часа или три, или сколько, да? Все равно жестко. В общем, говядина это вам не свинина. Поэтому мы решили даже такие отборные куски мяса. Пустить на фарш. Достану их, разморожу и на фарш. Вот. Ну, а шарлотка, вот она. Уже остаточки доедаем. Ребятишки поели, уже ничего нет. Матвею отложила я кусочка два, чтобы они это не... Давай макарчиков съешь. Вот. С кетчупом едим уже, которую банку, не знаю, вкуснятина. Все поливаем им и плов, и лапшу, все им поливаем. Красота. Ну, ты в магазин и ешь, и мы хоть поедим этот домашний. Он полезнее все-таки, да? Ну, в магазин уже не надо мне ездить. Ну, вот такие дела, в общем. А мы ездим, ездим. Дед тот накрошил вот это свинья, а вот это курица. Так что, папка, пойдешь, управляться, не забудь взять. Вот. Такие дела. Сажусь, в общем, я есть. Друзья, вечер у нас устал. Ну, я уже говорила, что, собственно, вечер, да? Ну, я имею в виду, что на улице мы же пошли посмотреть. Как-то все вообще сегодня пасмурно и моросит дождь. Видите, все мокрое, вся ограда. Фима, не упади там. А Микела куда-то собралась гадать, зачем ты пошла грязь месить. Фима, ты что там делаешь? Так кормишь-то они у тебя не подавятся яблоками-то? Они ведь такие, товарищи, могут ли заглотить? Ну, я вижу, давай. Вот, весь целый взял, и он его заглотит же сейчас. Подавится. Фимка, не надо цельные давать, надо резанные давать. Ой-ой-ой. Берет ему, цельные дает. Он не сможет цельные, не надо цельные. Полуиночки надо. С кухней им надо принести резанные яблочки, все. А вообще им надо сейчас уже корм давать. Давай корм дадим, не надо яблоки, не надо. Они подавятся у тебя. Так, вот их корм, сейчас мы им корм дадим. Сейчас мы их уже куриные просто покупаем подешевле. Вот такой вот корм. Ну, он приятный фракции, такая мелкая. Ну, все, пойдем им корм дадим. Что-то мы их сегодня везде, чтобы кормить, да? Ой. Ну, пошли кушать, пойдем. Ой-ой-ой. Давай. Пойдем, пойдем. Чих-чих-чих. Пойдем. Не на пальках. Не на пальках. Не на пальках. Все. На, держи, не надо палку. Да не надо ему палку. Пусть он идет, ест. Потом он сейчас все проворонит. Не на пальках. Ага. На, постой. Фу, у них чистить опять надо, а? Огурцы, они зачем-то накидали воду. Так. Ой, это я. А зачем ты им воду-то кидаешь, огурцы? Не надо так делать. Они у меня специально. Они спят. Ой, спят, говорю. Едят, ты им не лезь. Не мешай им. Ладно. Пошли лучше с тобой. Дальше я им воду не налила. Сейчас надо воду налить. Чего? Дождь моросит. Но у нас пришло предупреждение от МЧС, что будут ливни. Сегодня, завтра, по-моему, два дня, Алеша сказала. Вот. И это. Давай я тебе покажу, где кустка. Матвею позвонила, сейчас говорю, может тебя забрать. Не позвонила, а написала по WhatsApp. А дождь, мол, идет, и все, нету ни в какую. Пойду с друзьями, и все, придет. Ну, ладно, я ему тут 10 минут идти, надеюсь, не вымокнет. Ну, вот мелкий моросит. Но он пока в кофте ходит с капюшоном. Теплая, правда, кофта не все равно. Что, Матюха, что, Матюшенька, что ей что-то перепадет. Давай, давай. Давай я тебе покажу, где кошка ушла. Матюшенька. Матюшенька лежит. Матюшенька лежит. Давай заберем. Так, что ее забирать селом-то, и она не любит, когда ее селом. Матюшенька, вот куда ты под дождь пошла? О, Шима. Матюшенька, вот здесь уже ощущается дождик. Ой, ой. Видишь, на подушечке тут кипит. Опять, да? Подруга твоя. Ну, надо домой, конечно, ее... Ну, надо ее забрать будет. Не забрызгали мы камеру. Надо ее будет забрать домой, конечно. Сейчас пойдем вот обратно. Вот, и батюшки. Какая она довольная, что ты ее гладишь, да? Какая она довольная куська. Да, она меня любит. Орюся замурчала сразу. Эх, она. Фима, ты на грабли наступил. Это ловушка. Вот так вот, ага, ловушка. Микела, ну-ка иди домой. Чего ты под дождь пришла? Видите, какой дождь. Слышно, да? Шуршит. Вот. Ну, это легковато. Вот это бабушка. Да, вот она и осень пришла. Не успели мы опять яблочки собрать, но я надеюсь еще успеем. Все равно же не вечно эти дожди будут. Не упадут они надеюсь. Это мусорка. Я знаю, что мусорка, Фим. Знаю. Я вот думаю, виноградик что ли веточку сорвать. Мама, ну почему это не забивали? Это что? Коск... 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 Сурен... Не ходи под дождем, не ходи. Сурен... Вису до головы. Аааа. Что она стукает? Угу. Ну что... Ой. В такую погоду хочется только под одеяло залезть и лежать. Я сегодня даже в классе работала и замерзла. Надо уже вообще отопление включать, камин начинать топить. Стирку я тоже каждый день по одной из ложки стираю. Потому что не просыхает. Надо дом копить, чтобы просыхало. А у нас отопление пока мы не запускаем. Что-то не знаю. Вроде бы так-то не холодно ходишь. Но как бы все равно. Плохо просыхает белье. Ну. Вымокни сейчас. Будешь пахнуть собачатиной. Бабушка говорит. Ведь она мокрая. Она говорит, воняет. Такие дела. Ну ладно, в общем, сейчас... Пойдем управляться потихоньку. Алеша придет. Сейчас мы его ждем. Ее хорошее, конечно. Мы ее потом принесем на обратном пути. Беги застрая. Ты чего там лазишь? Да я просто застрая. Застряла, да? Гортовый ты наш. Ой, какой дождь. Фима, уйди из-под дождя, а? Ефим. Уходи из-под дождя. Вот так. Ладно. В общем, такие дела. Пойдем дальше. Сейчас посмотрю. Я виноград срежу. Пойдем. В общем, решили мы не рвать виноград. Зато сорвали вот такую ягодину. Это у нас альбион. Ремонтантная крупноплодная земляника. Да не балуйся ты. Я не балуйся. Ну на, давай. Будем дегустировать альбион. Альбион. Давай я, а то эти руки грязные. Ну? Кусай, пробуй. Как она? Хорошая, сладкая, нет? Да. Смотри. Ну-ка дай его понюхать. Ооо. Ну-ка попробуем еще. Давай. Сладкая, нет Хим? Да. Ну, она такая. Пасти за папой. Она не такая мягкая, как летние ягоды. Пасти за папой. Такая хрустящая маленькая. Пасти за папой. Ну, давай иди, что. Если хочешь за папой. Пасти за папой. И, конечно, не такая сладкая, как летняя, но как-никак. А все равно приятненько. Фим, а будешь доедать-то, нет? Ну, после сладкого винограда-то она кислая кажется. Он сейчас съел виноград. Мы решили его не срывать. Так, поели. Ой, все. Меня сейчас камеру замочит. Вот. Он так, наверное, кормит. Такой сегодня, так скажем, среднестатистический. Вполне спокойный день. Бабушку начали. Так, Микела, не надо ходить по земле. Ну, что творит? Пошли давай, уходи с поля. Вот. Начали давать бабушке антибиотики, потому что что-то она говорит, бронхит этот не вылечит, так будет. Поэтому купила я ей вчера еще азитромицин. Эй, вон он где ходит, твой пацан. Какой командир на клетке залез, курица. Ой, сейчас я вытру камеру. Вот так вот. Вам кирпичи поставили, да? Эй, давай съезжай! Посмотри, есть. Вот так вот. Яички, яички. Нету яички. Яйца тоже нету. Ну и что, Петька? Тут лучше, чем там. Хоть есть, что поесть, да? Там и есть им не давали ходит. Фим, не бегай под дождем. Зайди хотя бы. Яички. На. Яички. Яички. Ну, берите-ка, нам яблочки-то нравятся. А что? Нет. Не зря им режет, у него как аппетитно едят. А что? Да. Сегодня, конечно, темней вообще. за такой погодой темно. Нет, это казалось, что делает. Вот как сейчас ее мыть придется? Никила, вот дороги, что ли, нет для тебя? Ой, кошмар. Сейчас будет все грезнуще. Давай сюда зайдем. Так, проверяем. Опять мы накапали. Нет на экране. Нет воде. Петерзок! О, много я и... Да, много. Четыре там и шесть там. О, хорошо. Сегодня вы десяточку выдали. Молодцы, девочки. Тише, не кричи. Чего кричишь-то? Чего там, Боря? Я уж сегодня, знаешь, думала, что делать с утками-то? Куда их помещать? Привет, Борис. Привет, Боря. Смотрите, вообще нервные мухи. Вот что значит похолодало опять. Привет, Борик. Привет, Боря, 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 Боря. Боря хороший, да. Боря у нас пригозий. Как киска, да? Боря, пригозий. Ох, какой пригозий, да, пригозий. Наталья спрашивала, сколько Бори времени уже. Ну, мы, получается, его в том году, в августе, забивали своих двух свиней больших. И потом, где-то мы, наверное, в конце октября брали вот этих двух. Ну, один у нас тогда, помните, маленький мумер. Какой-то не такой попался, больной, что ли. Вот, а этот вот у нас, Боря, один остался. То есть, он, получается, и раз в октябре покупали, мы покупали месячный, значит, он сентябрьский. И ему или уже ровно годик исполнился. Их, Бе, два. Да, было два. Да, теперь один. И вот, вот такой вот он у нас годовасик. Годовасик он у нас, малыш. Давай ему массаж делать. Вот такой массаж Бори сделай. Что-то цветового отца нету. Вот, когда он его включать начнет, вообще ничего не вели. Вот, массаж, 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 массаж Бори, да? Вот. В общем, тушка-то не хилая такая. А ларей для него нету. Морозильников там, поэтому... Поэтому Боря будет продолжать жить пока. Может быть, даже и до весны. Вот такие вот у нас дела. Кстати, обстоят, потому что сейчас у нас индюки выросли. Вот их-то точно некуда девать. Поэтому их все равно придется каким-то образом уложить в наши морозилки. Вот этих вот товарищей надо куда-то определить будет тоже петушков. В общем, нынче мы так хорошо пожадничали. Сейчас не знаем, куда их уложить в холодильник. Фу, какая мерзкая погода. Все-таки какой-то туман, холод. Иди под крысу. Да ладно, я сюда зайду под крысу. А Фиме без разницы, какая погода. Всякая погода благодать, да? Его настроение это не влияет. Вот так вот он веселится в любой момент. Вот так и надо всем, да, учиться у детей. Ладно, друзья, пошли мы домой. И, по крайней мере, я. То, что у меня уже и сопли побежали. Так что, Фиму надо везти. Он без шапки вышел, балуется, ходит. Вот, поэтому будем с вами сейчас прощаться. Дома у нас, потому что уже дел особо не будет сейчас. Сейчас немножко подожду, еще допадим. Вот такие вот дела. Поэтому все. Пошла я. С вами прощаюсь до завтра. Пока-пока. Пока.